Военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Кашевого атамана Костя Горденко с позвонным историк присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Добрый вечер. Об оперативной ситуации в зоне ответственности вашего подразделения говорим дальше. Сырский на днях говорил, что армия Россия загрузила в уличных боях за Волчанск, а в украинском генштабе говорят, что в ходе контрнаступления российских оккупантов на Харьковичне удалось остановить. Что сейчас происходит там? В зоне ответственности нашей бригады продолжаются боевые столкновения с российской оккупационной армией. Ситуация сейчас стабилизирована. Враг прощает стирать с лица земли город Волчанск, используя тактику выжженной земли. Пытается проводить штурмовые действия в городе, но все их попытки на сегодняшний день безуспешны. Город Волчанск под контролем сил обороны Украины. Во время наступления на Волчанск и на север Харьковщины Россия вместе с регулярными войсками использовала африканский корпус, сообщала об этом британская разведка. Во-первых, встречали ли вы представителей этого африканского корпуса? Во-вторых, кто воюет в составе российских подразделений, которые пытаются штурмовать Харьковщину? Насколько они слажены, насколько они подготовлены и оснащены? Наш враг, Российская Федерация, это многоэтническое государство, поэтому в составе вражеской армии могут быть разные национальности. По словам пленных, которых нам приходится брать в зоне ответственности 57-й бригады, мы слышим достаточно подобные истории о том, что были недавно мобилизированы, подписали контракты за обещание высокого финансового обеспечения. Таких, как они, в первую очередь, используют при мясных штурмах, когда за их жизнь их же командиры даже не думают. Более опытные оккупанты обычно пытаются уже закрепиться после штурмовых действий. Несмотря на это, результативность такой тактики у них нулевая, благодаря эффективной работе Силы обороны Украины и, в частности, 57-й бригады. А что со снабжением у российских оккупантов на этом участке фронта? Российская оккупационная армия пока имеет большое количество личного состава ствольной и реактивной артиллерии, кабов, FPV-дронов, дронов со сбросами. Нашим военнослужащим в таких условиях очень сложно выполнять боевые задачи, но сегодня титаническими усилиями нам удается удержать атаки врага. Какая тактика россиян? Какие потери? И забирают ли они своих сослуживцев, погибших с поля боя? Потому что знаем, что часто этим Россия не заморачивается, так скажем. Ну, из донесений нашей разведки, личного состава, который сейчас на линии боевого столкновения, нам известно, что раненых бойцов они просто оставляют на поле боя умирать на украинской земле. То есть никто даже за ними не предпринимает попытки вернуться и попытаться их спасти? Да, да, именно так. Удается ли брать в плен российских оккупантов? Возможно, сдаются сами. Если да, что рассказывают? Как оправдывают то, что они пришли убивать украинцев на украинскую землю? Да, приходится. Часто они сами сдаются в плен, поскольку, встретив мощное сопротивление силы обороны Украины, они деморализированы. У нас, да, проблемы со связью. Вернемся, надеюсь, к этому разговору. Сейчас связь настроим. Ты знаешь, я вот в рамках подготовки к сегодняшнему эфиру общался с директором фонда «Русь», сидящей Ольгой Романовой. И она рассказала примечательную историю о том, что порядка четыре десятка сомалийцев были завербованы на службу в армии Российской Федерации. Каким образом? Им пообещали, что пройдя службу в армии, не просто службу в армии, а участие в войне, они будут работать в правительстве Российской Федерации. Ну, очевидно, таким образом Кремль пользуется не обознанностью отдельных граждан Сомалийской Республики, но, тем не менее, это очень показательно то, на какие шаги они готовы идти, чтобы как можно больше набрать людей для своих местных штурмов. Я надеюсь, мы наладили связь с военнослужащим с позывным «Историк», говорили о пленных российских оккупантов и говорили о том, что они рассказывают, когда попадают в плен. По большей части, все истории схожи о подписании контракта из-за финансовых трудностей, а также они подчеркивают безразличие к их жизни командиров, которые просто бросают их на штурмы нашей линии обороны. Это, вероятно, для них означает просто смерть. Если это контрнаступление российской армии на Харьковщине удалось вооруженным силам остановить, то что нужно сделать и что для этого нужно, чтобы оттеснить российских оккупантов за территорию Украины? Нужно большее количество артиллерии, FPV-дронов и прочих средств, которые нам помогут оттеснить оккупанта к границе. Вот, кстати, об FPV-дронах. Россия их активно использует, поэтому есть опасность для тех, кто эвакуирует людей из Волчанска. Ранее был убит полицейский, который эвакуировал людей. Эвакуацию сейчас временно приостановили, сообщают местные власти. Не было ли к вам, либо к вашим сослуживцам обращения от местных жителей, чтобы помогли им выехать из зоны активных боевых действий? Из-за активного использования врагов, в частности FPV-дронов, проживание в городе Волчанск и его окрестностях сегодня небезопасно. Но, я скажу больше, оно смертельно. Поэтому, при первой же возможности, гражданские должны покидать зону боевых действий. Эвакуационными действиями населения в первую очередь занимаются представители военно-гражданской администрации и полиция. Мы же выполняем боевые задачи, не позволяющие российской оккупационной армии захватить нашу землю. Стоит добавить еще, что в предыдущих наших эфирах мы говорили о том, что российские оккупационные войска, в ходе своих попыток захватить Харьковщину, часть Харьковской области берут в плен гражданских мирных жителей, что, естественно, противоречит абсолютно всем законам ведения войны. Военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Кашевого атамана Костя Гордиенко с позывным историк рассказал нам о том, что происходит на Волчанском направлении. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok